Для нас кажется дикостью даже допустить мысль о том, чтобы соврать и объявить себя смертельно больным, если на самом деле нет ничего серьезного, кроме воспаления хитрости. 23-летняя Эшли решила, что этот метод заработка ничем не хуже любого другого, и объявила на весь интернет, что у нее рак в четвертой стадии. Обратилась она к врачам с реальной проблемой. У нее диагностировали мастопатию, от которой она благополучно лечилась. Но, видимо, роль больной ей так понравилась, что она объявила родным и друзьям, а также на своих страничках в соцсетях, что больна онкологией. Для достоверности Эшли побрила голову на лысо, выщипала брови и морила себя голодом, чтобы как можно реалистичнее походить на тяжелобольную. В течение нескольких месяцев она лгала, что у нее обнаружен сначала рак мозга, затем печени, яичников и желудка. Наивная мать и ничего не подозревающие друзья и подписчики верили и чем могли, помогали. Но когда Эшли стала просить у отца деньги на трансплантацию костного мозга, он заподозрил неладное. Слишком уж путанные были у дочери рассказы и объяснения. Отец Эшли не жил с семьей и не общался до этого с дочерью почти пять лет. Узнав от нее об этой новости, он ей не поверил и пригрозил, что обратится в полицию, после чего она более к нему не обращалась. Стала просить оплатить лечение мамы. Та не отказывала в помощи моральной и физической, но химиотерапия была полностью бесплатной, поэтому мама не поняла, на что именно дочь просит большую сумму. Возмущенная жадностью родной матери, девушка обратилась к друзьям и общими усилиями для псевдобольной было собрано около 10 тысяч долларов. На странице в Facebook группа помощи Эшли собрала для нее еще 20 тысяч долларов. К этой акции она привлекла волонтеров, они организовывали благотворительные концерты и мероприятия. Отдельно собирались деньги на поездку в Диснейленд, это было якобы последнее желание умирающей девушки. Но потратить деньги она не успела, открылась нелицеприятная правда. Однако Эшли утверждала, что это была всего лишь шутка. За такую шалость шутница понесла условное наказание по статье «Мошенничество». Десять месяцев она находилась под домашним арестом. Эшли поясняет свой поступок тем, что просто хотела обратить на себя внимание. Но ее возраст уж слишком превышает переходный, когда такие поступки еще можно хоть как-то оправдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова